В имя Отца и Сына и Святаго Духа, довольно интересную притчу приводит нам Святая Церковь слова Христова о любви, о настоящей любви, какой пример он приводит нам чудесный. И вместе с этой притчей, с этим примером выясняется греховная натура еврейского, так называемого избранного народа, в котором они презирали тех, кто не был чистой крови, подобной им, в этом случае как самарянин. Более подробно это описывается в одной из недель после Пасхи, недели так называемого самаряниния, где там выясняется, когда самарянка сказала Христу, что ты меня просишь пить, самаряне не прикасаются, то есть евреи, жиды сказано, не прикасаются к нам, самаряну. Ну, нельзя даже прикасаться, они что-то такое нечистое, якобы. Так и здесь сказано, что законник некоторый, некий, приступил к Иисусу, искушая его, сказано. Законники прекрасно, они это и прославлялись, они учили других, другое именование этих мужей было книжники, они знали законы, они учили других, так что этот законник знал прекрасно, в чем тут суть. Но он искушал Христа, спрашивал, что сделать мне, чтобы наследовать Царство Небесное? Стосием отвечаешь, а в законе что написано? Ты знаешь, скажи. Тот отвечает, что да, первая заповедь, самая великая, возле любви Господа Бога твоего, всем сердцем, всем душой, всей мыслью твоей, всем чувством, помышлением твоим, полнотой, в общем, всего себя в предании Божьей любви, и ближнего твоего, как самого себя. И тут он сказано, хотел оправдаться, и говорит, а кто это такой ближний мой? Как понимать? Христос здесь привел эту притчу, что между Иерусалимом и Ерихоном один человек впал в разбойники, его избили, оставили полуживо, и вот, говорится, левит, священник, это имеется в виду священник ветхозаветной церкви, видит, что тут лежит человек, обошел его по другую сторону дороги, пошел дальше. И другое, левит, а левит, это ветхозаветные подобные. В нашей церкви, как мы называем, которые помогают в службах, диаконы, в Ветхом Завете они именовались левитами. Он тоже, проходя мимо, увидел и прошел мимо, ничего не остановился, не помог. А, говорит Христос, самарянин некий, увидел, жалился на ним, обвязал его с трубкой, положил на свой скот, привел в гостиницу, все сделал, чтобы тот поправился, и вложил свои деньги этому гостинику, чтобы тот приезжал ему. И в конце спрашивает Христос этого человека, кто из этих трех, по-твоему, является ближней к тому, кто впал в разбойники? И ответ тут довольно такой прямой, опять указывается, недоволожевательство и гордость еврейского народа, и в частности его. Он не сказал, кто из этих трех ближней, не сказал, что самарянин, а сказал, ну, тот, кто сделал милость. Не хотел даже осознать, не назвал имя даже самарянина того, потому что это унизило бы его сознаться, что не еврейского исправного народа Божия оказался человек добрый, а из тех, которых они презирали, самарян. Этот урок нам дает нам знать, отвечает на некоторые вопросы, которые мы также не обращаем на внимание, но мы можем оказаться бесчувственными к нуждам других. Вы знаете, что недавно здесь была очень сильная буря, прошла, и, слава Богу, на храм наши, дома наши сохранились, Божьи милости, но очень много людей пострадало и остались бездомными, и даже по сей день не имеет, как говорится, где голову подклонить им. И тут спрашивают вопрос, а что мы сделали для этих людей? Люди иногда говорят так, я не знаю, кому помочь, сотрить милости, ведь эти люди, которые просят что-то, они не наши, потому что мы, как и евреи говорили, они самаряне, мы с ними никакого дела не имеем. А это не положено так, иметь такие чувства. Пусть они не православные, пусть они не наши, говорится, но они, если страдают, нужно остановиться, подумать, чем можно им помочь. Здесь помощь не имеется в виду, что кто потерял удобства разные, свой дом, уют, всякие свои аппаратуру, в которой он жил себе счастливо, восстановить ее. А здесь имеется в виду помогать, наверное, тому, кто страдает болезнями, кто пострадал физически, или не имеет еды. Наша обязанность не помочь восстановить все для того человека, чтобы он опять роскошно жил, как раньше, а чтобы помочь в беде его, физическое страдание. Вот это мы должны не смотреть, кто это за человек, даже не смотреть, православный ли он или нет. Нужно смотреть с точки зрения вот этой притчи, как Христос именно указал нам. Страдает кто-то? Остановись, помоги. Вот это милосердие христианское. Здесь, может быть, кому покажется неуместным приводить пример на эту тему, но я помню по семинарии, в лекции наш теперь прославленный в блаженной памяти святитель Филарет Нью-Йоркский приводил такой же пример, анекдотный, можно даже сказать. Тонет человек, видимо, русский, а другой идет по берегу, и этот, который тонет, говорит, помогите, помогите. А тот смотрит на него, спрашивает, ты кто? Русский, миликаный? Нет, говорит, я русский, в плечи. Помогите. Он подумал, он говорит, а ты православный или кто? Нет, я православный, помогите. Стоял, подумал, опять говорит, о какой юрисдикции? И на этой точке, значит, тот уже утонул. Вот это показывает, что как это может оказаться у нас, в наших сердцах, не так, как положено христианам, не спрашивая и не подозревая, что он может быть как-нибудь не употребить эти деньги или помощь, как мы оказываем. Это от Бога зависит, знать или вознаграждать нас за наши добрые дела. Вот это является наша помощь, милосердие христианское. Аминь.